Шум времени. Музыка революции. Лица, образы, судьбы. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина. Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Если время не хочет обращать на меня внимание, то, может быть, и мне нет смысла обращать внимание на время. Так говорил Гавриил Попов, один из блистательных авангардистов XX века, композитор, который нам известен всем, потому что музыка к фильму Чапаев написана им. В 20-е годы это была одна из самых ярких, спорных и дерзких фигур. Его сравнивали с Шостаковичем. Да что говорить, Шостакович считал, что Гавриил Попов один из интереснейших композиторов XX века. Попова называли музыкальным экспрессионистом, конструктивистом. Но ведь мы, по сути, не знаем никого, кроме Шостаковича. Поэтому, о ком бы мы не заводили речь, Шостакович для нас главная мерила. Трудно себе представить, что когда-то было совершенно по-иному. И когда приезжали зарубежные европейские композиторы в советскую Россию в 20-е годы, то Шостакович отнюдь не стоял на первом месте. Вот, например, воспоминания Мио, знаменитого французского композитора. Молодые композиторы Ленинграда составляют наиболее живую часть советской музыки. Посмотрите, кого он называет. Тут нет речи о Шостаковиче. Тишевов, Попов, Рязанов, Шиллингер. Русская музыка чрезвычайно жизнеспособна. Настало время познакомить публику Запада с произведениями молодой русской музыкальной школы, значение которой я имел счастье отметить первым. Эти слова Дариус Мио изрек в 1926 году. А вот свидетельство уже современного исследователя Алекс Рос, книга «Дальше шум», посвященная музыке 20 века, он пишет о том, что Шостакович был не первым советским композитором, которого государство подвергло цензуре. В 1935 году Гаврил Попов чрезвычайно одаренный музыкант. Соученик Шостаковича представил свою первую симфонию, необычайной силе которой многим обязаны все последующие симфонии Шостаковича. Влияние Попова на музыку Шостаковича было огромным. Кто же такой Гаврил Николаевич Попов? Как жил он? Как выглядел? О чем думал? Как приспосабливался или не приспосабливался к времени, которое его сильно меняло? Родился он в Новочеркасске, учился в Донской консерватории. Очень культурная семья, дворянская. Отец – преподаватель словесности в гимназии, а мачеха обожала своего пасынка. Звали ее Адель Васильевна, немка по происхождению. И Гавриила она звала, соответственно, на иностранный манер Гавриком или Габриэлем. В 13 лет он поступил в Донскую консерваторию русского музыкального общества и учился одновременно по двум классам – фортепиано и композиции. То есть воспитали, можно сказать, его домашние обстановки. Прекрасное образование он получил благодаря родителям. И в 22-м году семья переезжает в Петроград. И здесь он уже живет, учится в Ленинградской консерватории у знаменитого Щербачева. А надо сказать, что в то время было две школы – Ленинградская, ее возглавлял Щербачев, и Московская музыкальная школа под водительством Шибалина. Так вот, Щербачев отмечал превосходство своего ученика Гавриила Попова. Он говорил, что полифоническое мелодическое движение получается у Попова гораздо лучше, чем у меня. То, что его приемная мать была немкой, очень ему помогло в изучении немецкого языка. Он блестяще говорил на нескольких языках, а немецкий был, по сути дела, родным языком. Надо сказать, что во время войны это принесло ему много неприятностей. Характер его был неуемный. Жажда знаний, образования была важной чертой характера. И он поступает в Политехнический институт на отделение архитектуры и в Институт истории искусств на литературное отделение. И ему на все, как он тут, хватает времени. Сохранился портрет Гавриила Николаевича Попова, как его описывает один из его друзей. Это был вихрь, плотный, коренастый, темно-рыжий. В руках всегда портфель, полный книг, статей, нот. Он всегда полон идей. Он тут же, когда видит рояль, садится, начинает играть, делиться своими музыкальными идеями, сомнениями, своими, как он говорил, дерзостями. В 20-е годы – время, когда все менялось. Вот, например, поэт Владимир Маяковский написал такие стишки. «Плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мерехлюндии из арсеналов искусств. Дайте нам новые формы». Вот это желание новых форм обвладело молодыми людьми. Надо сказать, что культурой занимался Луначарский, а начальником музыкального отдела наркомпроса назначили Артура Лурье. Это такой был композитор, писавший музыку, как он говорил, в стиле и в духе Александра Скрябина. И вот начался переворот музыкальный. Как пишется в одной из книг, русских композиторов 20-х годов стали авторами самых диких звуков того времени, во многом превосходя в какафоне своих западных коллег. Александр Масолов в пьесе «Завод музыкомашин» использовал звуки из крежет машин. Николай Рословец в соответствии с новой системой организации тона создал синтетический, как он говорил, аккорд. Георгий Римский-Корсаков, внук великого композитора, создал общество новоотональной музыки. А Арсений Авраамов написал симфонию гудков. И в 1922 году состоялось в Баку исполнение интернационала и марсельезы с помощью автомобильных гудков, артиллерии, пулеметов и сирен кораблей Балтийского моря. Один критик едко заметил французский, услышав музыку «Миё». Слава Богу, в Париже еще есть дома для умалишенных. Шум времени, музыка, революция В программе Ирины Кленской и Александра Васькина Слишком большое число дворянских детей училось в консерваториях Москвы, Петрограда и вообще в советских вузах. Понятно, что все они не внушали доверия, потому что идет острая внутрепартийная борьба между большевиками, ленинскими соратниками за наследство вождя мирового пролетариата. И вот эта масса студенческая, она вызывает опасения у тех, кто сидит в Кремле. И они пытаются вычистить этих людей, грубо говоря, выгнать их, выставить на улицу. Не могу не вспомнить фразу Ленина, который терпеть не мог авангардистов, футуристов и вообще музыку. В одном из разговоров с Максимом Горьким он говорил о Бетховене. «Часто слушать музыку не могу, очень действует на нервы. Хочется милой глупости говорить и гладить по головке людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту». Интересно, что одни из тех, кто поддерживал эту политику, была сестра Брюсова. Да и сам Валерий Яковлевич тоже был не чужд участию подобного рода, в общем-то, позорных мероприятий. Вот, в частности, Николай Бухарин поступает и говорит, что «Товарищи, мы не обеспечили этот 24-й год партийное руководство в советских вузах. Нам нужно воспитывать людей одной лишь квалификации, красных профессоров, красных спецов». И вот начинается чистка. 24-й год. Проверено 13 692 студента. Из них исключено 2623 человека. То есть 19% не прошло чистку. Вот так вот шумит время. Очень активно ведет себя сестра Льва Троцкого и жена Льва Каменева, Ольга Каменева. Она занимает виднейший пост в наркомпросе. Именно она, кстати говоря, настояла на аресте Александра Блока в свое время. Это были первые послеволюционные годы, когда Блоку пришлось отсидеть в тюрьме за создание своей поэмы. 12. Так вот, она говорит. «Наши консерватории отстают от пролетаризации вузов. Вы посмотрите, что творится в консерватории. Кто там учится? Мелкобуржуазное мещанство. Но не дети рабочего класса, не крестьяне». Вот как раз о Попове-то она будто бы и говорит. Выражение тех лет «орабочивание консерватории». То есть нужно оработить консерваторию. То есть побольше, побольше туда людей безграмотных, скажем мы так, которые играли раз и все на балалайке. Ни к чему нам вот это вот человеколюбие, когда мы так ценим вот этих тварянских детей. Что они сделали? Они разбили учащихся консерваторий на четыре группы. На, безусловно, остающихся, на, безусловно, подлежащих исключению, на получающих право закончить среднее образование и на сомнительных, над которыми должна, главным образом, поработать комиссия. То есть вот кто вызывает опасность. С кем не все ясно еще. Сомнительные. Но ведь вы посмотрите, что происходит. Вот набирают вместо вычищенных детей, рабочих и крестьян. С ними проводят собеседование. Ну, и экзамены они проходят. Они не могут ответить на элементарный вопрос. Например, в каком году умер Ленин? Кто-то говорит, что еще в 19 веке. Некоторые вообще никогда не слышали фамилию вождя мирового бультеря. То есть только вчера приехали из деревни. И вот такие люди, в общем-то, должны заменить композиторов будущих. Попова, Масалова, Которых, Шостаковича, Половинкина. Попова и Масалова вычистили из Московской консерватории в мае 1924 года. Формулировка была такова. Несоответствие производственным задачам. Попов. Что у него написано было в личном деле? Ну, во-первых, он социально чуждый элемент. У него нет перспективы. Он академически средней ценности студент. Поэтому такие, как он не нужен, и ему вручается волчий билет. Что это значит? Путь к высшему образованию для него навсегда закрыт. И, конечно, его выгнали бы окончательно из консерватории. Но начались волнения. Более того, возросло число самоубийств среди исключенных дворян и так называемых буржуазных элементов. И слава богу, что хватило смелости старым профессорам, то есть не красным профессорам, ступиться за своих студентов. Среди этих смелых людей. Икониус, Иглеер, и Мисковский, и Щербачев, и Николаев, и сам директор Ленинградской консерватории Александр Константинович Глазунов. По каждой кандидатуре Глазунову приходилось идти в наркомпрос к Луначаровскому. То есть отбивать приходилось. Каждого? Попова, да, отбил он и Попова. Восстановили, правда, немного. Двенадцать студентов. И вот вам, пожалуйста, с чего, собственно, началось изогнивание советской музыки, которое, видимо, возрождение ее и не происходило. Потому что уже в самом начале Попову стало понятно. Теперь на всю оставшуюся жизнь на нем стоит печать. И серьезная печать. Благонадежного композитора, опасного человека. Эта характеристика сопровождала его всю жизнь. В этот момент он начинает, как вспоминают друзья, попивать. «Инвин веритес», — шутил он, — «истина только там, она меня радует». Он блестящий пианист. И сохранились воспоминания, как он вместе с Шостаковичем играет двухрояльный концерт Моцарта в зале Ленинградской консерватории, 1927 год. Он выступает с Юдиной и в 1929 году играет вместе с ней великолепный, с двумя еще прекрасными пианистами, четырехрояльный ансамбль. Они исполняют свадебку Стравинского. Это 1929 год. Он занимается в студии экспериментального танца Зинаида Вербова. Он пишет музыку для ее студентов и аккомпанирует. Он очень востребован и хорошо зарабатывает. Его приглашают везде. Он большой авторитет музыкальный и сочиняет прекрасную музыку. Интересно, что пишет Прокофьев в дневнике. Из Москвы отправился в Ленинград. Первый его приезд в Россию. Молодые композиторы показали свои сочинения. Прокофьев подошел к Попову, познакомился с ним и предложил ему организовать исполнение его концерта и его вещей в Германии и во Франции, что благополучно произошло. И надо сказать, что отзывы европейской прессы были блестящими. Там была и новая техника письма. И главное, что интересно в творчестве Попова, он умел соединять авангардное направление с необыкновенной мелодичностью. И эта мелодичность и чувство мелодии, оно составляет роскошную музыкальную палитру Попова. Пройдет немного времени, и вот этот отзыв Попова буду ставить в вину, потому что неожиданно все для него обернется. Пока еще все для него замечательно. Он учится в консерватории с 1927 по 1931 годы, преподает Ленинградским центральным музыкальным техниками, а там учится Никита Богословский, его любимый ученик. Выступает он с Юдиной, знаменитой пианисткой. Его приглашают выступать в кинотеатрах. Он ничему не чушит. И в это время как раз появляется в 1927 году знаменитый септет, произведение для семи музыкальных инструментов. Для флейты, кларнета, фагота, трубы, скрипки, виолончели и контрабаса. Камерная сеть Камерная симфония она еще называется. Да, есть даже споры, кто, дескать, первый написал Камерную симфонию, потому что называется фамилия Ярославца. Но, тем не менее, Ярославец не закончил. А вот септет Попова, выдающееся произведение, именно по этой причине мы говорим о нем как об авангардисте, но оно вызвало самые разные отклики. Вот тот же самый Сергей Сергеевич Прокофьев. Вот вроде бы в одном месте он очень хорошо отзывается о септете. Ну, вот запись из его дневника в Ленинграде. И ему показывают Попова и вообще всех, кто тогда стоял в первом бреду. Там же и Дешевов стоит, там и Шостакович. Сергей Сергеевич пишет. Когда Дешевого, наконец, деликатно удалили от рояля, его место занял Попов со своим актетом или нанетом. Видите, он даже не помнит. Как-то вот раздраженно, презрительно даже. «Написано для довольно странного состава карандашом, и при том довольно неясно. Среди общей контрапунктической вязи мелькали интересные моменты. Я, вероятно, воспринял бы гораздо больше, если бы в моем мозгу уже не шевелились бы какие-то тяжелые валы от всей прослушанной за сегодняшний день музыки. По-видимому, Попов для развлечения публики ввел довольно легкомысленную темку, которая, однако, меня раздражала, ибо мне казалось, что он в погоне за контрастом переборщил». «Написано для вас» Шум времени, музыка, революция В программе Ирины Кленской и Александра Васькина В 32-м году, 10 октября, премьера Первой симфонии. Попова он играет ее на всесоюзном конкурсе в честь 15-летия октября. Само по себе событие важное. 15 лет октября допущены самые-самые преданные и талантливые. И он получает на этом всесоюзном конкурсе вторую премию. Разделил ее с Шабалиным и Шапориным. Шабалин написал симфонию Ленина. Они получили вторую премию, первой премии не получил никто. В 35-м году ее исполняют в Ленинградской филармонии. И, казалось бы, успех, аплодисменты. Но репертуарный комитет внимательно прислушался к симфонии. И Ниги Абнорский возглавлял этот комитет, начальник Ленинградского управления по контролю за зрелищами и репертуаром. Такая интересная была должность. Он высказал пожелание запретить такую антисоветскую музыку, потому что она отражает идеологию враждебных классов. Такая была формулировка. Потом тут же появляется разгромная статья с «Чужого голоса», начинаются дискуссии, и Попов оказывается выброшенным из музыкальной среды. Правда, за него заступился Прокофьев, Шабалин, Шапорин. Шостакович подписал письмо, но ничего не помогло, его не тронули. Но симфонию больше никогда не исполняли. Только, по-моему, уже после его смерти, в годы перестройки, начали исполнять музыку Попова и его первую симфонию. Ничего не предвещало краха первой симфонии Попова. Симфония ведь была довольно большая, 45 минут. Претензия на лидерство в музыкальном авангарде. Что это за время? Время перехода от свободного творчества, существования различных союзов в любом направлении искусства, и у писателей, и у художников, и у композиторов. То есть люди разных взглядов собраны в различные профсоюзы, и вот они друг с другом борются. И вот уже 1932 год ликвидация всех созданий самовольных, и единый стиль провозглашается, соцреализм. И похоже, что Попов, его как бы переехал этот поезд истории, потому что и время работы над первой симфонией совпало с перестройкой, как тогда это называлось, творческих организаций. 1929 год. Игоря Стравинского объявляют кулацким элементом. Это о многом говорит. Но для Попова будто ничего не происходит. Он как будто не чувствует времени. Ведь вот тогда впервые он исполнил фортепиано-варианте, симфонию, там присутствовал на исполнении, это было в Большом театре. Там ведь не только сидели Голденвейзер, Голованов, Мисковский. Там еще был и нарком обороны, и товарищ Ворошилов. Именно он и объявил ему благодарность в своем приказе, наградив ценным подарком. Ну, сколько мы узнаем о маршале Ворошилове. Представляете, какой творческий человек. Про 10 лет, и он будет руководить созданием советского гимна. Попов продолжает работать над симфонией. Он окрылен, ну как же, сам Ворошилов отметил успехи композитора. Март 1935 года, работа заканчивается. Ну, вот не понимает, видимо, не уловил Попов, что симфония его не ко времени. И вот как происходила премьера. Надо сказать, что те, кто пришел в тот день, а это было 22 марта 1935 года, в Большой зал Ленинградской филармонии оказались свидетели полного краха композитора. Как только симфония была исполнена, не раздалось ни одного хлопка. Композитор был в шоке. То есть нужно было иметь завидное здоровье, чтобы все это выдержать. Появились статьи с такими формулировками. «Наша композиторская организация ослабила классовую бдительность. Неотложная задача Попова — выйти из ограниченной сферы вкусов мелкобуржуазной аудитории». Он впал в глубочайшую депрессию, и это был удар, который он тяжело переживал. Он не ел, не пил, не выходил из дома, ни с кем не общался и ничего не писал. И сильно пил. Жена его, пианистка Ирина Казанцева, пыталась каким-то образом увести... Помочь ему. Помочь ему. Увести от ужасных состояний. Она стала устраивать на своей квартире. Они жили в небольшом домике, маленький деревянный домик в городе Пушкин. Небольшая квартирка. Рабочая комната у нее была в мансарде, заваленная книгами, нотами. А внизу стояли два рояля. И каждый вечер собирались люди, играли, читали стихи, играли Баха и Гайдна. И Ирина Казанцева говорила, что только музыка Баха немножко выравнивала настроение Гавриила Николаевича. И он возвращался в мир из своей тьмы, в которую был погружен. Единственное, несколько людей высказывались за него. Например, композитор Мисковский сказал, что то, что происходит сейчас в культуре, и в музыке особенно, очень странно и очень настораживает. Я опасаюсь, что сейчас у музыки может воцариться убогость и примитивность. Не только супруга как-то поддерживала композитора, но и его друзья Шостакович, Салертинский, и тот же знаменитый дирижер Фрид Штидри, что дирижировал симфонии Попова в день премьеры. Жил он в Пушкине и соседствовал с Константином Федином. И Федин, представьте себе, решил написать по мотивам этого соседства рассказ. Вот у меня эта старая книжечка 1945 года. Называется она «Свидание с Ленинградом». Рассказ о дворце называется. Посмотрите, как интересно написано. «Перед своим отъездом из Москвы я встретил композитора Попова, который тяжело больным был эвакуирован из осажденного Ленинграда. Поправился и нынче снова сочиняет музыку». Попов попросил Федина, что если он будет в Пушкине, обязательно узнать судьбу двух роялей, которые стояли вот у них в домике. Попов говорит, якобы мне сказали, что немцы утащили оба моих рояля к себе в блиндажи на позиции. Ну, если вам не трудно, пожалуйста, выясните, где они. И вот 1945 год, и Федин едет в Пушкин, и перед ним уже абсолютно разрушенный оккупантами дворец, царское село, сожженное практически дотла. И он начинает вспоминать, как они жили здесь до войны, семьями дружили с Поповыми. Голос Пушкина ему чудится. И он припоминает, вот он идет ночью, это 30-е годы, гуляет по царскому селу. Ночь и музыка. Он привык, что это Попов. То есть Попов ночью играет. И в основном он играл не свои произведения, а классику. То есть он тогда уже был очень, конечно, раздавлен с этой трагедией, со своей первой симфонией связанной. Федин пишет, что «свободный удар пальца в Попову быстро уводил меня в стихию, которая однажды возникла в прошлом и вечно живет в будущем». У Попова была маленькая комнатка, и рояль занимал там половину всей площади. А его жена тоже играла на рояле, но в соседней комнате. Чтобы они друг другу не мешали, стена была обита специальной тканью. Звукоизолирующей. Да, таким образом они могли музицировать в одно и то же время. И Федин вспоминает, что потом Попов вдруг выходил на улицу, и они гуляли по царскому селу. Он размышлял о музыке Баха, Моцарта, говорил о Глинке. Ну, действительно, еще Щербачев отмечал, что, дескать, Попов – это такой композитор, который чуть ли не наследник Глинке. Ну да, потому что Попов – это один из нежнейших, тончайших мелодистов XX века. Да, он говорил, что есть удивительный дар мелоса. То, что он чувствует его. И они гуляют, размышляют о русской и немецкой культуре, о поэзии, о музыке, Бах, Бетховен. Федин идет по разрушенному царскому селу и приходит к тому дубу, под которым они стояли. Они любили под этим дубом стоять с Поповым. Огромная ветка, на ней висят четыре веревки обрезанные. И подошедший милиционер говорит ему, да, вот здесь вешали немцы людей. И Федин проводит такой вот параллель между 30-ми годами, когда они с Поповым ходили, размышляли о высоком, о немецких композиторах. И вдруг он видит последствия этой немецкой оккупации. Это дуб с веревками. И он говорит, что да, я расскажу Попову о том, что я увидел здесь. Конечно, никаких роялей он не нашел. Как Попов говорил, мои симфонии запретили, меня запретили. Я бушевал и горевал. Но не все же время нужно горевать и бушевать. Он находит отдушину так называемой прикладной музыки. И эта прикладная музыка стала его убежищем. Я отрыл, говорил Попов, для себя совершенно новый и удивительный мир страстей, движений, человеческих чувств. Прошлому не уложиться без остатков памяти. Ему необходимо будущее. Лица, образы, судьбы. В программе Ирины Кленской и Александра Васькина «Шум времени. Музыка. Революция». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова